Привет, народ! Меня зовут Николай, а перед вами игрушка Мекарама. Играю я на смартфоне под управлением Android, также она есть в iOS, и, как видите, я уже прошел несколько уровней, но это лишь по той причине, что когда я снял ролик и уже готовился заканчивать свое видео, мой смартфончик просто завис. И поврежденный файл никаким образом я не смог вытащить. Поэтому я пройдусь повторно, ну и за счет этого ролик сократится, не буду так долго тянуть и тупить во время прохождения уровня. Итак, сразу же с места в карьер вы сейчас все поймете, за кого мы играем, что за игра и все такое. Вот, как видите, у меня 50 карточек, сейчас открыто только 10, и вот карточка номер 1. Так, где тут? Где тут старт? Вот. Играть мы будем за вот такого маленького кавайного робота, который что-то свалился в воду. Кстати, да, обязательно перед началом игры зайдите в настройки и выставьте свободную камеру. Вот. Нажмите, чтобы он вышел из воды. Так как сейчас придется вращать камеру, и вот благодаря вращению я могу останавливать, где захочу. А там по умолчанию 4 положения. Типа, как в Sims первом, кто играл. Вот таких 4 положения. Ну, у меня фри камера. Итак, вот он идет. Вот эти штучки с кружочками можно двигать. Все предметы, на которых есть кружочек, можно двигать. И задача довести робота вот к такой красной точечке. Так, этот уровень прошли. Уровень номер 2. Зачем здесь баркоды? А затем, что фотографируя или сканируя эти баркоды, вы открываете для себя новые уровни, новые карточки. И также здесь есть редактор, в котором вы можете строить свои уровни. И вот благодаря этим элементам, которые вы заранее где-нибудь в Твиттере, в Фейсбуке насканируете, нафотографируете, вы сможете расширить свой ассортимент предметов, с которыми дальше будете строить какой-нибудь суперсложный, запутанный, интересный уровень. Ну, это для фанатов, конечно. Карта строения. Игра мне чем-то напоминает Monument Valley. Можно приближать, удалять. Игра работает как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. И на данный момент я сделал все в горизонтальном, только для того, чтобы удобнее было для видео. Так, спустился он. Не помню тут куда. Не помню, не помню. Куда, куда, куда. А вот сюда, там так темно. Так, вот он вышел, наш робот. Топнули. Опускаемся. Так, сюда, 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 идти к нам, дорогой. Такая милая игра, приятная графика. Такой ненавязчивый саундтрек. Все мило, красиво. Но в то же время заставляет шевелить мозгами. Итак, уровень номер 4, две башни. Кстати, я прохожу так быстро не по той причине, что да, играю второй раз, поскольку первый раз у меня зависло. Действительно, я первый раз так быстро играл. Суть я понял сразу же после первого уровня. И дальше погнал, 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 погнал. Там буквально минут за 10 все прошлось. Ну, к сожалению, завис смартфон. Так, сюда. Занимает она, кстати, тоже, там, несчастных, там, по-моему, то ли 40 мегабайт, а может даже меньше. Так. Можно совсем удалить, можно наоборот очень приблизить. Так, я так понимаю, что уже можно и по точке выхода нажимать. Да, вот он и пойдет. Дорогу он сам найдет. Главное, ему щелкнуть, и чтобы на его пути не было никаких препятствий. Готово. Такой глазастый робот. Так, это была башня номер 4. Башня номер 5. Да, они такие вертикальные. Удобнее бы было смартфон перевернуть, но не знаю, как это отразится на видео. Поэтому мы так экспериментировать не будем. Так, что здесь у нас? Так. Поднимаем тебя наверх. Не помню только куда. Налево, направо. А чуть-чуть ниже. Так, то что ж такое? Так. Не помню, куда здесь. Да еще и с этой камерой плоховато мне видно. Так, наверх, наверное. Так, наверх. Вот дальше не помню, налево или направо. Пойдем налево. А, еще чуть ниже. Так. Можно, кстати, его и придавить. Я случайно его придавливал. И случайно тот робот, как ни странно, и с уровнем может вылететь. Так, куда дальше? Не соображу. А, наверное, вот сюда. Так. Наверное. Наверное, не сюда. Не сюда. Ладно. Сейчас сообразим. Так. Еще выше. Вот и выход. Вот и выход. Так, это был уровень номер 5. Уровень номер 6. О, ну вот оно. Теперь мне хотя бы все видно. А тогда у меня были проблемы, когда я вертикально держал смартфончик. Не все помещалось. Так. На этом уровне я даже первый раз, когда снимал, несколько раз вылетел. Оказывается, его можно легко вот этой штукой сбить. Вот если так сильно крутануть, а он там будет близко возле уступа этого стоять, то его сносят прям туда, в белую область, где он бесконечно ходит, а назад собраться не может. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Ну, видите, его даже носит от ветра, по-видимому. Так, 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 так. Много плюсов этой игры. Размер, простота, приятная музыка, графика. А, главное, что ее сделал, я так понял, один человек. Вообще один человек. Там я посмотрел титры, там один парень числится. И в арт, и в дизайн, и в коде, и в музыке. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Аккуратно. Такой уровень у меня раза три, наверное, падал, когда я играл первый раз. Сейчас я попытаюсь выполнить все без проблем. Блин, жалко, конечно, что зависло. Так, аккуратненько. Так. Спускайся вниз. Так, и что-то ему, по-моему, будет мешать. Да, я уже вижу эту штуку. Так, ждемся, пока он дойдет. Так, и медленно ее... Ой-ой-ой, я сказал, медленно повернем. Фух, на этот раз ни разу он не свалился. Уровень номер семь. Да, по прохождению будут новые уровни подкидывать. Видите, вон, я еще не играл. Так, уровень номер семь. А, тут такой забавный этот чудик. Он все время идет в мою сторону, видите? Все время идет в эту сторону. А когда врезается, идет в другую сторону. И вот, надо его затолкать наверх. Так, а можно как-нибудь супер приблизить? Во, вот так. Камера, конечно, такая неудачная. Так, поворачиваем. И не даем этому красному глазу... Они как ММД, да? Желтый и красный. И мы даем ему возвращаться назад. И все время ему вот так блокируем путь к отступлению. И этот красный робик также идет наверх. Наверх, 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 наверх. Так, успока, успока, никакой дороги назад. Ты, глян, толкнул меня? Не падают. Ну, по крайней мере, я не знаю, как его отсюда вытолкнуть. Сам видит край, останавливается. Так, 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 так. Стоять. Давай, глаза, стои, назад иди. На моем буква Би, на этом буква Р. Р, возможно, слово Ред, а Би... Не знаю, возможно, слово Браун. Он совсем не коричневый, а желтый, я бы сказал. Так, вон уже вершина. Нам видно вершину. Так, 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 подойди поближе. Идем, преследуем красного. Так, о как мы уже высоко забрались. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Так, красненький, давай сюда. Только, как оказалось, надо красного загнать наверх, а не желтого. Прекрасно. Так, этот уровень, хоть я и буду играть в него второй раз, но дался он мне непросто. Совсем-совсем непросто. Даже сейчас я внимательно посмотрю и даже не знаю, куда я в прошлый раз пошел сюда, наверное. Тут надо добраться через все это. Так, идем сюда, потом пусть пойдет пусть сюда. Оно, становись. Так, поднимаем. Так, куда? Что, нельзя туда идти? Блин, печалька. Уже нельзя? Выход совсем рядом, а я не могу к нему добраться. Но он совсем рядом. Ну ладно. По-видимому, не сюда мне. Так, 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 наверное, не сюда тогда. Так, а ну поднимемся сюда. Не помню, вот такой он запутанный этот лабиринт. Так, куда-нибудь беги в эту сторону. Так, сюда беги. Так, если мы тут спустимся, это нас куда-то приведет. Судя по карте, никуда это нас не приведет. Так, не могу схватить. Подымайся. Так, а если сюда? Так, по идее, это уже выход. Так, спускаемся. Так, и топаем вот сюда. Да, это точно выход. Ну, каждый раз я как первый раз на этом уровне. В каком порядке начинать? Опа. Вот и выход. Малас. Так. Уровень номер восемь. Пройден уровень номер девять, как оказалось, совсем простой. Здесь, главное, он там башкой упирается. Ну, иди, сейчас будет идти, и он бах, и головой уперся. Ему надо вот эти штучки повернуть, чтобы он мог пройти. Там ничего не видно, с какой бы камерой ни крутить. По-любому не видно. Так, это так. Так, а ну, пробуем. Да, все, голова его везде проходит. И выход. Я, если честно, не ожидал такого девятого уровня. Думал, уже на восьмом у меня проблемы были. А тут все так легко обошлось. Так, и последний, который я прошел. И мой смартфон благополучно отзовится. Так, здесь надо на ту сторону. Кстати, вы еще ни разу не видели, как он у меня вылетел с карты, но это возможно. Это, ребята, возможно. Так, что тут и куда тут? То, что нужно спуститься, это однозначно. Только куда? Давайте сюда попробуем. Теперь сюда. Ой. Нет, надо обойти с той стороны. Надо обойти с той стороны. И эта штука тоже не помогает. Не пойму, не пойму. Так. Аккуратно, аккуратно. Ну ладно. Будем медленно, но уверенно спускаться. Может так? Нет, свалиться не может. Так, малеха, я застрял. Куда здесь? Так, это начало, да? Только-только мы спустились. Так, ладно, будем разбираться. Пойдем, наверное, вправо. Есть возможность? Нет возможности. Тогда влево. И влево нет возможности. Да, что-то я призабыл. Куда тут надо идти? Стоять. Ну, если так. Что-то у меня прямо аж так сильно вниз занесло. Не знаю, наверное, я пути или нет. Ну ладно, пусть будет. Нет возможности подняться. И здесь нет возможности. Как-то не так. Как-то я заблудился. Ладно. И не с таким справляюсь. Уже давай. Еще бывает, не удается попасть. Так, вниз или вверх? Ладно. Ага, не выходит. Так, ну куда же, куда же, куда же здесь пойти? Не пойму я, если честно. Так, вниз оно не хочет. Право здесь тоже не пройти. Упасть он тоже не может. Не пойму. Застрял, ребята. Застрял. Так, ну допустим, сюда я прошел. И что? Что это бьет? Эта штука снова ниже. Так, это я назад вернусь, да? А тут, кстати, можно предъявить, но мы не будем этого делать. Стоять, 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 стоять. Так, ладно, вернемся назад. Может, я не в ту сторону начал идти? Поэтому у меня так все застопорилось. Так. Тут он тоже свалиться не может. Как ему помочь? Не врубаюсь. Не врубаюсь, если честно. Так, ну это выход. Да, это отсюда я начал. Тут все понятно. Отсюда я начал. Первым делом, что я сделал, спустился. Стоит определиться, спускаться влево или вправо. Если вправо, там пройти нельзя, упасть он тоже не может. Тогда влево. Если не вправо, тогда влево. Так, влево остановимся. Чего он там? В уголочек какой-то забрался. Так. Тогда влево. Как-то все-таки запутано. Так, ну сколько? Это тоже наверх не может поднять. Но может опустить. Ладно, напустимся в самый низ. Опустимся в самый низ, так и быть. Вот я тут и заблудился конкретно, ну ладно. Так, поднимаем. На какую ты высоту можешь поднять? Так, идем дальше. Как-то потихоньку он стал подниматься. Не знаю, наверное ли я пути или нет, но... Будем надеяться, что наверно. Так, кажется все верно. Долго до меня доходило. Знаете, в прошлый раз я так долго не мучился, а просто он у меня свалился. Он у меня случайно свалился и стал на нужное место. Фух. Осилили. Вот такие 10 карт. Думаю, дальше будет еще интереснее. Всего их 50. Здесь можно как бы листать страницы. Хотите больше, пожалуйста, сканируйте уровни. У меня пока ноль. Ну я только-только запустил игру. Достать больше карт можно в Facebook, Twitter. Как всегда, два варианта. Либо фотографируем, либо сканируем изображение с устройства. Создаем уровни. Ну я тут особо ничего химичить не буду. Просто покажу вот тут. Есть набор элементов. Свободное белое поле. И вперед, вперед, вперед из песни. Элементов пока мало, как видите. Так, удалим мое рисование. Элементов мало, так как я ничем не занимался. Но здесь можно задонатить. И опции. Вот то, о чем я говорил. Free Camera или Camera. Пожалуйста, поставьте здесь On. Ну, в принципе, можно играть и когда всего 4 варианта. Ну, мне больше нравится свободное. Создатель Мартин Магней просто красавчик. И дизайн, и код, и арт, и музыка, и звук. Все его. Молодец просто. Респект ему и уважуха. Что ж, ребята. Вам также респект и уважуха за то, что посмотрели ролик. Оставайтесь на моем канале. Далее будет еще больше, еще лучше. И думаю, эту игрушку я пройду и все мои прохождения выложу на канал. Записывается она легко, сильно смартфон не грузит. И вообще, ненапряжная, легковесная. И в то же время, некоторая зарядка для ума. Что ж, спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok